Чем отличаются те или иные классы героев, ну и тому подобные моменты. Итак, давайте перейдем в случайную игру, нажимаем «Показать опции» и рассмотрим каждый город. Первый город, это, конечно же, замок, человеческая раса. Здесь есть и копейщики, и стрелки, грифоны, рыцари, монахи, кавалеристы и ангелы. Но нас больше с вами интересует, что здесь имеется по героям. Итак, класс воинов здесь представляет класс под названием «Рыцари». И именно первые восемь героев принадлежат к этому классу. Остальные восемь героев, которые здесь имеются, это класс священники. То есть, так называемые герои с уклоном на магию. Основной особенностью, ну если не основной, то очень важной, является то, что герои этого города, когда они начинают качаться на ранних стадиях, имеют очень высокий шанс на защиту. Что им будет повышаться в первичных навыках именно защита. Шанс равен 45. Атака немножечко ниже, 35, то есть на 10% меньше по сути. А вот сила магии и знания по 10. Это пока вы будете качаться до 10 уровня. Как только станет 10 и выше уровень, то тут шансы немножко меняются. Шанс на атаку и защиту становится равный 30 и 30. И сила магии и знания там шансы 20 и 20. То есть, уже более-менее пропорциональное развитие после этого начинается. Если же, говоря о рыцарях, мы с вами поговорим о вероятности выпадения каких-то навыков, то, конечно же, самый большой шанс, а именно 10, на выпадение лидерства. Но сразу же, забегая наперёд, я скажу, что лидерство, оно есть уже на старте. Поэтому, понятное дело, оно вам и предлагаться будет часто. Немножко меньше шанс выпадения навигации, 8. И вот это я вам скажу уже лишнее. По причине того, что всё-таки принято играть карты без воды. А без воды навигация вам не нужна вообще. И это большой-большой минус. Немножко ниже шансы на выпадение тактики. Это уже, кстати, хороший вариант. На выпадение оружия тоже 7%. Что тоже радует. Кстати, немножко выше ещё вероятность выпадения баллистики, 8. Но это тоже, скорее, минус, всё же, чем плюс. Поэтому, если говорить о вероятности прокачки этих героев, ну, воины, они довольно средненькие. Скажем прямо. Но их сила в лидерстве. Они могут соединять армии из разных городов. И без понижения морали всё это веселье, назовём его так, таскать с собой. И при этом, чтобы их армия не дезморалилась. И вам не надо будет ждать выпадет, не выпадет вам лидерство. Или найдёте, не найдёте вы какие-то артефакты на карте, которые будут повышать тот или иной компонент. Как, например, мораль или удача. Теперь пробежимся по самим героям. Имеется у этого замка герой Орин. Герои, кстати, рыцари стартуют всегда с двумя атаки, двумя защитой и по единичке сила магии и знания. Приносит он с собой, как и все герои, от 1 до 3 стеков. В первом стеке у него копейщики от 10 до 20. Во втором лучники от 4 до 7. И в третьем грифоны от 2 до 3. Является специалистом по стрельбе. И с прокачкой на 5% к процентному показателю навыка стрельбы все лучники, которые имеются в наличии, они начинают стрелять сильнее и сильнее. С вторичными навыками стартуют лидерство и стрельба. Ну, потому что если бы не было навыка стрельбы, то и специализация, по сути, не работала. Под нее надо, чтобы навык стрельбы уже имелся. Стартуют воины здесь без книги заклинаний. В принципе, герой довольно-таки полезный. Один из лучших имеющихся. В особенности, когда вы делаете ставку именно на стрельбу. Минус выбора Орина то, что стрелков на старте будет маловато. Плюс в том, что любые стрелки будут очень сильно усиливаться. Вот все, кто наносят урон на расстоянии, под Орином они будут усиляться с его прокачкой. Следующий герой Валеска. Это главный конкурент Орину. Прежде всего, потому что она на старте приносит от 1 до 3 стеков стрелков. Именно стартуя за Валеску, вы получаете больше всего стрелков на старте. И таким образом, вам гораздо легче проводить бои за счет стрельбы, да? У нее тоже есть на старте стрельба, тоже есть лидерство, но у нее специализация хуже. Если Орин усиляет абсолютно любых стрелковых юнитов, то Валеска она усиляет только стрелков и арбалетчиков. Что очень сильно понижает ее значимость, в принципе. Но новички любят стартовать за Валеску и даже делать ее главным героем. Более того, скажу, за нее даже стартуют некоторые папашки, чтобы получить побольше стрелков. Но обычно они все-таки в таверне потом ищут какого-то героя получше, чтобы Валеску просто превратить в какого-нибудь саппорта. То есть, помогательного героя. Третьим героем является Эдрик. Он является специалистом по грифонам. Юнит, который, ну, скажем, сильно недооценен. Им мало кто пользуется. Более того, этого юнита часто не строят вообще при отстройке города. Ну и приносит он с собой, конечно же, от 1 до 2 стеков даже грифонов, помимо копейщиков. Помимо лидерства, которое есть у всех или почти у всех, здесь имеются доспехи. Что позволяет лучше терпеть удары врагов и получать меньше урона. В плане, выбирать ли его главным героем, скорее нет, чем да. Он вам может быть полезен только если вам там насыпет нормальное количество внешних жилищ грифонов. И из грифонов можно будет делать какой-то хороший ударный стек. Это бывает крайне редко, поэтому стартовать за него, пожалуй, не советую. Но если он вам приходит в таверне и вы видите, что расклад благоволит его выбрать, в принципе, можно рискнуть. Следующий герой это Сильвия. По ее специализации вы сами понимаете, что толку от нее не будет, если вы не играете с водой. Играя с водой, она, конечно, будет быстрее передвигаться по ней на кораблях. И это может сделать ее более темповым героем, чем какие-то герои соперника. Но в любом случае, я думаю, что на главного героя она не тянет. Навигация это не тот навык, который поможет вам в бою. Или на земле. А передвигаться только по воде во время игры вы не будете. Но вот разведчик и собиратель, которого можно запустить на воду, пожалуй, она очень даже может пригодиться. Стартовой армии вы, в принципе, видите. Она абсолютно стандартная. Далее идет Лорд Хаарт. И, по сути, Лорд Хаарт является одним из самых денежных героев, которые здесь есть. Но при этом проигрывает одному из героев, которых мы рассмотрим далее. У него есть специализация имущества. И благодаря этому, чем больше он качается, тем больше начинает приносить золото. На старте по приносу золота он уступает одному из героев. Но, когда прокачается, конечно, это просто денежная шахта, бегающая по карте и доставляющая вам кучу денег. Прежде всего, он может быть полезен при игре на каком-нибудь М200 шаблончике. То есть, маленький шаблончик на 200% сложности. Ну, или даже большой на 200% сложности. Но, в основном, если вы соперничаете с какими-то новичками. Потому что на карте и так много ресурсов, много золота. Просто нужно уметь его находить и отбивать. В этом плане Лорд Хаарт, мне кажется, на главного героя не тянет. Но вспомогательный, и герой, который будет помогать, он, в принципе, очень и очень полезен. Для любого саппорта иметь прокачанную разведку, имущество. Это очень и очень полезно. Ну, и плюс логистика, пожалуй, тоже была бы очень кстати для саппорта. Далее идет Сорша. Сорша, пожалуй, один из лучших вариантов для старта у этого города есть. Если вы собираетесь сразу же стартовать за главного героя. Она имеет хорошую специализацию, усиливая рыцарей и крестоносцев. Армию приносит абсолютно стандартную. Но при этом имеется в наличии оружие, которое позволяет наносить больше урона. И в связке с рыцарями или крестоносцами. Крестоносцами, конечно, лучше, потому что они наносят двойной удар. Получается просто невероятно огромный урон. И рыцари это юнит, который, в принципе, есть смысл делать. Ну, если не основным ударным стеком, то одним из основных. Поэтому старт за Соршу, особенно на больших шаблонах, одобряется. Далее у нас идет Кристиан. Специалист по баллисте. Приносит с собой также баллисту. Ну, и армии приносит меньше. Вообще, герои, которые приносят с собой палатку или баллисту, они стартуют либо с одним, либо с двумя стеками. Что приводит к тому, что у вас армии, конечно, меньше обычного. Но ничего не поделаешь. Все-таки баллиста под вашим управлением, она становится дополнительным стрелковым стеком. Поэтому она это пытается немножко компенсировать. Как специалист по баллисте, он проигрывает многим другим специалистам по баллисте. Потому что атака ему выпадает реже, чем защита. Таким образом, баллиста не начинает стрелять лучше. У него нет в наличии стрельбы, а есть только артиллерия, которая позволяет управлять самой баллистой. И пока вы ее не докачаете, у вас не будет двойного выстрела, шанса на двойной урон и так далее. В принципе, в определенных случаях играть за Кристиана можно. В том числе на маленьких шаблонах. Вообще, на маленьких шаблонах больше маги решают. Но если нет магов, то не единожды разными игроками качались специалисты по баллисте. И чувствовали они себя очень даже комфортно. Но, повторюсь, герой очень специфичный. Например, может пригодиться вам при защите города. Поскольку те, у кого есть артиллерия прокачана, они управляют башнями во время осады замка. Поэтому вы сможете выбирать, по кому будет стрелять башня. Таким образом, сразу же попробуете вырезать ключевые стеки оппоненту. Следующий герой это Турис или Тирис в разных переводах. Специальность кавалериста и чемпионы. И вот это, я вам скажу, тоже главный конкурент для Сорши. Это герой, которого тоже есть смысл выбирать. Герой, который значительно усиливает этот стек. И кони. Это всегда важный ударный стек. Есть несколько вариантов тактики, стратегии развития на первой неделе. Один из которых, это именно выход в коней. Конечно, при выходе в ангелов, обычно в коней не выходят. Но если карта не богатая и выйти в ангелов никак не получится. То именно тактика с отстройкой коней является приоритетной. Плюс, еще одним преимуществом Турис является наличие тактики. Тактика позволяет разбиваться на любых охранах. Без боязни и не считая какие-то скоростя. Тактика позволяет прикрывать стрелков и в принципе расставляться нужным вам образом в бою. Что очень сильно облегчает вам битвы с нейтралами. Ну а теперь перейдем, в общем-то, к классу священников. Чем же он примечателен? У этого класса, если поговорить о шансах выпадения разных навыков. То до 10 уровня 20% на атаку. 15% на защиту. То есть, это крайне редко заходит. 30% на силу магии и 35% на знания. То есть, в принципе, знания и сила магии качаются примерно пропорционально. Но больше идет уклон немножечко, но все же на знания. А если говорить о боевых статах, то опять же небольшой уклончик в атаку идет. С учетом не самых лучших показателей на силу магии и знания. Магии они довольно посредственные. Которые хватаются кучу первичных навыков, которые не лучшим образом нужны. И после того, как вы прокачали 10 уровень, у вас прокачка не сильно меняется. Атака 20%, защита 20%, сила магии 30% и знания 30%. То есть, после 10 уровня они еще сильнее выравниваются между собой. И вы с еще меньшим шансом будете уходить в силу магии и знания. Поэтому, вот если вам важны какие-то магии, этот класс героев, ребят, не очень для этого подходит. Как ни крути. Ну, а теперь перейдем, в общем-то, к вероятностям выпадения разных навыков. Что мы можем сказать по поводу священников. Во-первых, так же, как и рыцари, им вообще не заходит чародейство. Ну, то есть, некромантия, что понятно. Она заходит только некромантским героям. Помимо этого, очень высокие шансы на то, что выпадет сопротивление магии. Поэтому, шанс, кстати, 9. Если вам нужно прокачать героя с большим шансом на сопротивление, то милости просим. Также большой шанс на доспехи. Поэтому они себя показывают не только в магии, но и в реальном бою, снижая свои потери. Таким образом, это такой некий боевой маг, все-таки. Хотя нет, доспехи здесь... Шанс маленький. Огромный шанс на первую помощь. И это, скорее, минус, чем плюс. На усиление палатки и управление самой палаткой при лечении. Это не есть хорошо. Здесь шанс десяточка. И это, по сути, самый часто выпадаемый навык при прокачке. Также огромный шанс на дипломатию. 7. Что при игре без правил, все-таки... Позволяет вам качать даже не очень хорошего героя из этого класса себе в главные герои. Потому что дипломатия при игре без правил очень и очень сильно решает в чью-то сторону. Также 6-ти процентный шанс на зоркость. 6-ти процентный шанс на грамотность. На интеллект. И, пожалуй, интеллект хоть как-то полезен. В общем, этот класс магов, он качается очень рисково. Очень велик шанс выпадения далеко не лучших навыков. То есть, та же грамотность, да? Зачем она вам? Зоркость. Зачем она вам? Это навыки, которые не лучшим образом продуманы и используются, но крайне редко. Вот реально очень. Грамотности, конечно, еще можно найти применение. Но вот зоркость, это вообще никуда. Теперь давайте рассмотрим героев, которые здесь есть. Есть специалист по первой помощи, который хорошенечко будет отлечивать ваши войска. Рион. У него сразу же есть мудрость на старте. Приходит он с палаткой, поэтому больше двух стыков армии он с собой не принесет. Сразу же вы по армии проседаете. Стартуют священники с книгой заклинаний. Также есть навык первой помощи. И в книге заклинаний лежит заклинание каменная кожа. Ну, это, пожалуй, небольшой плюс. Поскольку каменная кожа повышает защиту ваших юнитов. Это действует и в битве в ближнем бою, и на расстоянии, если по вам стреляют стрелки. Так что какой-то плюсик. Но в целом стартовать за этого героя, наверное, не советую. Вы получите меньше армии. Вы получите, наверное, не самую лучшую специализацию. В общем, старт за Риона это на ваш страх и риск. Далее идет Валеска. У нее специальность по благословению. И благословение у нее сразу же дается в книге заклинаний. Что делает ее, в принципе, довольно полезным героем из имеющихся. А вот чем она хороша, так это тем, что у нее сразу же на старте есть дипломатия. Но это хорошо только, когда вы играете без правил или с разрешенной дипломатией. В этом случае она, конечно, сразу же с первого дня может начинать присоединять войска. Особенно родные вам. Какие-то за деньги, какие-то бесплатно. Поэтому такой себе имба-геройчик для старта, где разрешена дипломатия. Армию приносит стандартную. Но опять же, если дипломатия в игре с вашим соперником запрещена, толку в старте за Адель нет вообще никакого. Далее идет Катберт. Специальность слабости. Это же заклинание есть у нее в книге заклинаний. Армию приносит стандартную. Еще и среди имеющихся навыков имеет имущество. А имущество, как вы знаете, для главного героя, оно это вообще ни о чем. То есть золото имущество приносит крайне мало, если не подключать дополнительные плагины. И в итоге это превращается в такое мизерное добавление золота. И оно абсолютно не оправдывается. Ну и специальность, специализация у Катберда тоже довольно-таки слабая. Следующим героем является Аделаида, специалист по кольцу холода. Книга заклинаний тоже содержит это заклинание. У нее сразу же идет продвинутая мудрость, что позволяет изучать заклинания вплоть до 4 уровня. Армия стандартная. Ну и в принципе специализация более-менее полезная. Вот среди тех священников, которых мы рассмотрели, это пожалуй самая нормальная магическая специализация, которая здесь есть. Таким образом, при старте на маленьких картах, на эмочках, эсочках, мне кажется, старт за Аделаиду может даже где-то оправдаться. Едем далее. Инхам. Инхам это специалист по монахам. Но опять же, для монахов желательно, чтобы сразу же атака росла у вас и их урон тоже от этого вырастал. Вот Инхам это не такой герой, конечно же. Вообще, этот класс стартует всего лишь с единичкой атаки. Нулевая защита, которая никак не позволяет терять вам меньше войск во время ударов вражеских. А сила магии и знания по 2. То есть у вас будет всего лишь 20 маны, сильно вы не покидаете заклинания. У него в книге заклинаний на старте только проклятие. В принципе, против некоторых охран это может стать даже полезным, потому что если охрана, на которую вы напали, у нее большой разброс по наносимому урону, какие-нибудь элементали, грифоны и так далее, вы заставляете их наносить минимальный урон, что, конечно же, очень положительно будет сказываться на ваших потерях. Но вот то, что у него на старте есть мистицизм, ребят, ну это ни о чем. Это может оправдываться где-нибудь на маленьких SEM-картах, где решают очень сильно маги. Не всегда есть возможность остаться внутри города, чтобы пополнять ману. В этом случае, да, можно качнуть мистицизм и, не возвращаясь домой, понемножечку пополнять маны. Но это пополнение настолько мизерное, что в ряде случаев оно просто не оправдано. Поэтому, все-таки, наверное, герой не очень хороший для старта. Едем далее. У нас имеется Саня. Саня у нас специалист по зоркости и приходит с зоркостью. Как вы знаете, сам этот навык, он работает очень слабо, если не подключать плагины. Поэтому ее можно откинуть сразу, даже не особо рассматривая. В стандартной армии имеется снятие заклинаний, которое периодически бывает полезным. Но, в целом, специализации и навыки, они просто убивают всяческое желание стартовать за нее. Следующий имеющийся священник здесь это Лоинс. У него специализация по молитве, и молитва сразу же есть на старте игры. И это делает его одним из лучших магов, которые здесь имеются. Но в этой ложке или бочке меда есть и ложка дегтя. И стартовый навык обучения он все портит. По сути, он заставляет героя качаться быстрее, но не настолько быстрее, чтобы был смысл в этом навыке. Поэтому, если вы не подключаете дополнительных плагинов, которые усиливают этот навык, пожалуй, что старт за Лоинса довольно средненький получается. Но, опять же, на маленьких картах, в принципе, может оправдаться. Там уже смотрите по ситуации. И последним героем является Кейтлин. За Кейтлин ребят стартуют. И на маленьких картах, и на больших картах. И когда не знают, кого выбрать главным героем. А хотят, чтобы хотя бы стартовый герой был полезным. Во-первых, она приносит 350 золота в день. Именно специалисты по 350 золота, они являются на 200% сложности просто сверхполезными юнитами. Героями, точнее. Таким образом, стартовать за нее можно. Вот даже когда вы не знаете, кого выбрать, стартуйте за Кейтлина, дальше посмотрите по ситуации. Отстройка города довольно дорогая. И за каждые 10 дней получать 3500 золота просто за то, что у тебя есть этот герой, мне кажется, это неплохо. Есть сразу же мудрость. Есть сразу же интеллект. Поэтому у нее будет не 20 маны, а даже больше. По сути, это герой, у которого больше всего маны на старте у этого города. И в книге заклинаний есть лечение. Лечение становится полезным, как только у вас появляются хотя бы рыцари. И выше юниты. То есть от четвертого и выше. У них уже нормальное количество здоровья. И там есть смысл накидывать это лечение. Но опять же, в начальных битвах у вас даже копейщики имеют 10 здоровья. И далеко не все юниты убивают их с одного удара. Поэтому даже кастовать заклинания на копейщиков, чтобы вылезть без потерь, иногда является довольно профитным. Армию приносит, в принципе, стартовую стандартную, ничем не примечательную. Но герой, в принципе, очень хороший. Ну и есть герой, который здесь не указан. Но при этом в таверне он иногда заходит. Это Сир Мюллих. Герой тоже очень хороший. По сути, наверное, один из лучших, если не лучший воин, за которого можно стартовать. У него сразу же идет продвинутая мудрость. Точнее, у него сразу же идет продвинутое лидерство. И это одновременно и плюс, и минус. Но скорее минус. Потому что плюс от того, что боевой дух будет выше. А минус то, что если при первой прокачке с лидерством вам выпадет какой-то ненужный навык, конечно же, вы будете экспертить лидерство. А когда у вас все навыки заэкспертчены, то в следующий раз вам предлагают два случайных. Если же какой-то есть не заэкспертчены, то вам предлагают один, который навык у вас уже есть, но его еще надо будет продвигать и экспертить. А второй навык случайный идет. Так вот, когда вам будут давать на следующем уровне два случайных навыка, это приведет к тому, что вам придется выбирать из двух плохих навыков, если они зайдут плохими. И из-за этого прокачка мюллиха портится, и там уже начинаешь думать, а стоит ли его брать как главного героя. Но основной его особенностью и полезностью, даже при плохой прокачке, является то, что он ускоряет во время боя любую армию, которая есть у вас в наличии, на два. Скорость армии вырастает. Проще сражаться со многими охранами, проще брать склепы, гномятни, медузятни и так далее. И во время финального боя тоже иметь плюс два скорости, это просто иногда жизненно необходимо. Поэтому, пожалуй, тоже один из лучших героев, которые есть. В целом, подводя итог, мы скажем, что неплохие воины, для того, чтобы делать их стартовыми, ну если не стартовыми, то главными героями, если они в таверне зайдут, это Орин. Валеска в этом плане немножко проигрывает, но при этом для старта она более профитна, нежели Орин. То есть Орин лучше как главный герой, Валеска лучше как для стартовой герои. Так же, как главный герой, очень хороша Сорша и Туриз. Главные герои из них получаются неплохие. Если играете без правил, то тут вообще не надо рассматривать никаких вариантов. Это однозначно выбор в сторону Адель. Кейтлин, если не знаете, кого выбрать, неважно, маленькая или большая карта. На маленьких картах также неплохо себя проявляет Аделаида и Лоинс. Ну и однозначно, наверное, лучшим героем на многих шаблончиках будет являться Сер Мюлих, если он вам в таверне все-таки придет.